Итак, дорогие друзья, все, стартуем, стартуем, 64 урок, представляете, мы уже вообще, 64, я представляю, как через где-то 5 лет будет там, 1885 урок, все же с бородами сидят. Итак, дорогие друзья, все, мы продолжаем изучать Мишли, 10 главу, мы уже прямо треть, прошли уже треть пути, Зальман, Зальман, шалом, шалом всем, кто хочет услышать божественную мудрость от царя Шлумо в интерпретации Ицхака Пентусевича. Милка Мириам Сартис, Ботир Тов, и, значит, все, Иринка Нититенко, Нитиченко, шалом Светлана Карачева, шалом, в основном это женщины. Значит, хорошо, ну и мужчины тоже есть, Яков Шатадин, лидер портала ВАИКРА, Яков, давайте, нам нужна активность, давайте увеличим активность, у нас нужно, чтобы была самая большая группа в Фейсбуке учащих Тору, то есть, надо как-то расширяться, надо придумать что-то, чтобы было больше, больше уроков, лучше они оформлены должны быть, то есть, давайте как-то усилимся, усилимся. Все, значит, пятый отрывок, и сейчас мы поймем как. Огер Бекаяц Бен Мастиль, Нирдам Бекатсир Бен Мавиш. Значит, говорит нам сразу в пятом отрывке царь Соломон, что Огер, Огер, это собирающий, летом Бен Мастиль, сын умный, он собирает даже летом. Значит, надо тут понимать, как раньше занимались сельским хозяйством. Сельским хозяйством занимались так. Значит, осенью посеяли, зима прошли дожди, потом весной Катсир собрали урожай, весной, вот как раз был Шавот, это сбор урожая, и потом начинается лето, все сухо, сухо-засухо. Значит, и как раз умный сын, он даже летом, он собирает, он ходит, а вдруг там зерна завалялись, там зерна завалялись, тут то, тут то. То есть, он собирает, собирает, постоянно он занимается сбором ресурсов, ресурсов, зерна. Значит, Нирдам Бекатсир Бен Мавиш, а сын, который некомпетентный, как переводят на английский, Мавиш, это некомпетентный. Так он даже в Катсир, Катсир это когда жатва, когда нужно работать ни минуты не теряя, он даже в это спит, дремает. То есть, это разница. Тот, который работящий, он все делает на 100%, он, как написано, яд, харутсим и ташир, то есть, рука быстрых, она, ну, как бы, приносит богатство. А ленивые, они даже когда надо работать, они не работают, тем более они не работают, когда не надо работать. А человек, который работящий, так он даже когда не надо работать, он найдет себе работу. Понятно, да? И вторая метафора этого отрывка, что есть время, для всего есть свое время. В принципе, надо учиться правильным вещам в детстве. Но есть люди, которые даже в детстве не учатся, когда надо закладывать, а есть люди, которые даже уже, как мы с вами, в среднем возрасте, уже мы такие с пробегом все бывшие пионеры, бывшие там комсомольцы, которые посмотрели по 150 раз иронию судьбы или с легким паром. Ну, не по 150 раз, ну, раз по 20, наверное, да? Теперь мы пытаемся сверху на эту иронию судьбы или с легким паром вставить притчи царя Соломона, великую мудрость. И это нелегко. И это как раз называется, что даже летом умный сын, он собирает зернышки, собирает урожай. А те, которые могли бы учиться, молодежь, они часто очень не глупы. И они, значит, вместо того, чтобы учить Тору, они слушают музыку по 150 раз, песню Диспасита, и, значит, забивают свои мозги каким-то мусором, да? Это как раз то, что говорится, дремлет сын инкомпетент. Некомпетентный сын дремлет, он даже, когда надо собирать урожай. Значит, дальше. Брахот Лерош Садик, Упир Ишаим и Хосе Хамас. Значит, брахот, благословения идут на голову цадика. Значит, что значит благословения идут на голову цадика? Цадик это тот, кто делает правильные вещи. Он, цадик, он делает правильные вещи, и люди об этом знают, ему нечего стесняться, да? То есть, что, и они его за это благословляют. То есть, его, его, человек делится, объясняет Малбин, человек делится так. Есть его имя, вот его суть, а есть его дела. Так, цадик, он делает добрые дела и помнит человека по делам его. Но на цадика даже не дела его благословляют, а его самого, что такой хороший человек столько сделал, и на него благословление, и люди его благословляют. Теперь, Упир Ишаим и Хосе Хамас. А род злодеев скрывает то беззаконие, которое они делают. То есть, злодей, у него дела плохие, и он, значит, о них даже и не рассказывает. То есть, он как бы, ну, о чем ему рассказывать? Ему, как бы, нечего рассказать хорошего, да? Это как раз речь идет о том, что скрывает свои дела злодей, потому что нечем ему гордиться, да? Теперь дальше. Очень известная фраза идет в седьмом отрывке. В седьмом отрывке написано так. Зехар Цадик Левраха. То есть, когда говорят про какого-то цадика, рассказывают историю, вот, жил Равыцкак Зильбер. И добавляют сразу после этого. Зехар Цадик Левраха. Память о праведнике для благословения. Прямо так надо всегда говорить. Зехар Цадик Левраха. Память праведника для благословения. Она, даже память о нем приносит благословение. Есть много историй, рассказывают про Бальшемтова, например, хасидские истории. Вот любят хасиды, соберутся. У них это называется Фарбриндин. Фарбриндин. Они, значит, вот Ариен Езевич, как раз один из таких хасидов известных, широко известных хасидов. И хасиды, они рассказывают вот эти вот истории из жизни цадиков. Как раз они выполняют вот этот вот седьмой отрывок. Седьмой отрывок в десятой главе Мишли, где написано «Зехар Левраха». То есть, когда они выпивают, делают Фарбриндин, чуть-чуть алкоголя. Рассказывают, это открывает им сердце. Рассказывают вот эти вот хасидские истории. В этот момент на них идет браха благословения, откуда? Из седьмого отрывка десятой главы Мишли, где нам это объяснено. Память цадика идет для благословения. То есть, через цадиков, даже после их смерти, идет свет в мир. Теперь «Вэшем, Рэшаим, Иркаф». А имя злодеев, оно сгниет. Когда упоминают злодеев, говорят другую фразу. Говорят «Имахшмо вазихро», чтобы стерлось его имя и память о нем. Это говорят о злодеях, что их имя сгниет, и оно реально сгниет. Потому что вообще чаще всего их и не помнят. Хотя бывает, что помнят еще много, изучают в школах зачем-то Александра Матидонского. На иврите в Талмуде он упоминается под именем Александр Мукдон. На самом деле его звали Мукдон, он был настоящий Мукдон. И он этот, Александр Мукдон, что он был такой? Он был грабитель. Он собрал армию головорезов и говорит «Пойдем, сейчас мы захватим мир». Пришел индусов порезал, персов порезал, этих порезал, тех поубивал, всех поубивал. Потом его самого тоже там отравили, убили. Вот его вся достойная уважения жизнь Александра Мукдона. Давайте его поизучаем. Или тот же Наполеон. Вот он захватил власть во Франции, потом говорит «А сейчас мы пойдем захватим везде». Пошел, дошел до Москвы, захватил Москву. Потом его выгнали оттуда, потом при Ватерлое его разбили. И отправили его на остров Святой Елены. Он побыл там, побыл, думает «Ну что тут сижу? Ну сиди, пиши книжки, учись, развивайся, зарядку делай, йогой займись». Чем, ну можно же заниматься духовным ростом? Нет, все, вторая война, вышел опять, давай, опять он чуть-чуть захватил власть. Потом его опять, ну разбили, по-моему, или сослали, или убили. То есть здесь написано нам так, что имя злодеев сгниет. Вот, все, никаких у них не будет хороших дел. Дальше, восьмой отрывок. Хахам лев и как митцвод. То есть тот, у кого умная, умная здесь неправильно. Хахма нам Малбим объяснил. Хахма это божественное знание. Словом, хахма определяются аксиомы, которые идут от Бога, где он установил те абсолютно четкие законы, по которым существует мир. Это называется хахма, аксиомы от Бога. Теперь эти аксиомы от Бога принять очень тяжело, потому что разум человека, он не понимает эти аксиомы, потому что разум человека это не разум Бога. Они идут против его животной природы, потому что они никак не закреплены животным удовольствием. Чтобы была свобода выбора, то специально сделано так. Аксиомы хахма, божественная мудрость, а в них нету, не прошито в них удовольствия вот в этой животной системе. Поэтому ты должен принять эту вот систему правил мировоззрения от Бога и ее установить на себя как управляющую систему. Это и называется служение Богу, когда ты берешь эту систему правил, на себя цепляешь. Как мы уже изучили в притчах, главным элементом, штифтом, на который насаживается эта система, является страх перед Богом. То есть страх это все-таки животное чувство такое, да, то есть он, это одна из главных прошивок, которая ведет нас по жизни. И страх он по-любому есть. И вот этим страхом ты цепляешься, что я боюсь Бога. Ага, есть же система, как выполнять его заповеди. Да, она нелогичная, да, она мне непонятная. Но я Бога боюсь, боюсь, чувствую, что он есть, чувствую. Джжж, страх. И у меня есть доказательство, интересно, когда переходили море, написано так, «Вэйру мяшем, и испугались они Бога, вэйамину беашем, убы моши авдо». И поверили они тогда в Бога и в моши рабаеву. Прямо написано, «И испугались они Бога, а потом только поверили они в Бога и в моши авдо». То есть вера в Бога, это вера вот в эту систему, которую мы воспринимаем. То есть Бога воспринять нельзя. Есть некая система, через которую он структурированно, можно зацепиться. Это Тора. Теперь она нелогичная, но я в нее верю. Почему я в нее верю? Почему она должна держаться на моей голове, если мне хочется делать разные другие вещи? Страх. Страх перед Богом – это основа познания. Почему прямо нелогичная? Я хочу кушать запрещенную еду. Мне нравятся Маша, Даша и Глаша. И мне нравятся Маша, Даша и Глаша. Кто мне сказал, что мне нельзя с ними, со всеми одновременно вступить в отношения? Почему нельзя? Кто сказал? Если мне это сказала мама или жена, так мама – это мама, жена – это жена. А Маша – это Маша. У Маши может быть три вышек образования. Маша может… То есть она авторитетнее. По образованию, чем она. Ну, например, да? То есть тут надо понять, что… И если я понимаю, что это люди пытаются мной управлять, тогда у меня есть право отказаться от их управления. Если я думаю, что это Бог управляет, тогда мне непонятно, почему Бог, он же любовь, он же сказал, что всех надо любить. Опять же, почему не Маша? Ну, мне говорят, нет, написано вот так вот. Почему написано? Это нелогично. Бог сказал всех любить. Нелогично, что нельзя. Мне говорят, смотри, ты можешь рискнуть. Ты можешь рискнуть. Но просто подумай. На одной чаше весов. Это или Бог тебя поддерживает. Вечная жизнь. Или если вдруг неправильно, так Он тебе так накажет, что ты потом от этой Маши не убежишь никогда. Вообще, то есть, ты подумай, подумай. И тут, бах, пару статей. А как ему тебя наказать? Спит. Ну, там и прочие заболевания из этой серии. Понятно. То есть, страх может заставить выбрать нелогичную систему, которая идет против вожделения, против удовольствия. Теперь написано. Хахам лев и как митцвод. Тот, у кого, вот, а, и у человека есть управляющая сила, это лев, сердце, подсознание. То есть, у человека есть вся его система, его верования, убеждения, ценности, желания и так далее. Все это находится в сердце. Оно все запрограммировано. И сердце, оно ведет человека. Сознание, вот эта вот свобода выбора, она очень минимальна. 7 плюс минус 2 единицы информации удерживает сознание. Если нельзя, тебе в сознании идет мысль, нельзя, нельзя, не делай, нельзя, но хочется, то можно. То есть, сердце человека, оно управляет человеком. Это как лошадь, а сознание как всадник. Теперь, если хахам лев, это тот, кто взял эту божественную мудрость, вот эту вот систему аксиом, и он ее прямо, он ее в свое сердце инсталлировал, то есть, для него уже, то есть, только Тора. Он думает только понятиями Торы, он видит только Тору. У него вот эти вот аксиомы, это прошивка, которая уже, она прям его перепрошила полностью. Он такой хахам лев. И он и как митсвот. Тогда ему брать митсвот легко. То есть, у него, для него митсвот, ему не надо про них помнить, ему не надо делать усилия над собой. У него эти митсвот заповеди идут просто так. То есть, он уже все, он уже на автомате, на конвейере делает эти митсвот. Значит, это хахам лев из иках митсвот. В эвиль, сфацаем и лабет. Значит, ивель, мы знаем, есть четыре типа грешников. Четыре типа грешников. Первый тип грешника, он называется пяти, наивный. Наивный это человек, который просто он верит, просто он верит всему, что скажет. Это первый тип грешника, наивный человек верит всему, что скажет. Значит, он ему, одна идеология, вторая идеология, третья идеология. То есть, такого грешника, в принципе, легко повести на правильный путь. Ему нужен хороший раввин, лидер, который будет о нем заботиться. И все пяти тогда, все наивные станут религиозными с большой радостью. В принципе, они очень хорошие люди. Просто, к сожалению, нет лидеров, которые бы их могли вести в правильную сторону. Теперь дальше. Второй тип грешника, ксиль. Ксиль, это тот, у которого его желания, вожделения, они настолько сильны, и у него нет мусара, вот эта система психологии АТОРы, которая берет под контроль человека. Этой системы нет у большинства людей. Большинство людей знают конкретно, я не говорю сейчас про ТОРу, большинство людей знают, что надо делать зарядку. Все знают. Но заставить себя даже сделать правильную вещь, одну, для здоровья, 20 минут, большинство не может. То есть, у них нет системы перевода интеллектуального знания в действие. Это называется мусар. Тем более, у них нет системы перевода интеллектуального знания высочайшего уровня. То есть, ТОРа это от Бога. Действие это магические действия. Ну, давайте сейчас будем ТОРу. Что надо делать? С утра надо встать, сказать там какие-то специальные фразы, мантры такие. Да, каждое утро, каждое утро. Прямо каждое, каждое. Дальше, что нужно сделать? А дальше нужно коробочки такие одеть. Если мужчины, они одевают филин. Вот я только пришел с молитвой, показываю. Вот мой филин. Такие коробочки маленькие, да? То есть, идешь в синагогу, и вот эти вот коробочки, одну сюда одеваешь, вторую сюда одеваешь, и стоишь час, каждый день одно и то же. Каждый день ты говоришь с Богом специальными словами, которые составили люди Великого Собрания. Это было две с половиной тысячи лет назад. И вот люди Великого Собрания, они установили, установили они некий текст молитвы. И давали. И каждое утро, не отвлекаясь, значит, делай, читай Тору, и так далее. Это все нелогично. Это все нелогично. И тот, который, Ивэль, Ивэль это третий тип грешник. А, Ксиль, мы остановились на Ксиле. Ксиль это у которого сильные вожделения. Ксиль это, который, он видит, например, еду запрещенную. И он такой, у него слюни потекли, там все, он такой, все, не могу. Но ты же знаешь, что есть Бог. Знаю. Бог простит. И давай жрать. Пожрал, все. Ой, вообще. Ксили бывают двух типов. Бывают ксили, которым стыдно потом. Бывают ксили, которым потом не стыдно. Тот ксиль, которому стыдно, он потом лежит, нажрался. Ой, как я мог вообще, чтобы я еще когда-нибудь так нажрался. Нет, не могу. Все, утром бежит, молится, плачет. Потом вечером опять жрет. И так, это ксиль, которому стыдно. Есть ксиль, которому не стыдно. Он говорит, ну, Господи, все, я такой, какой есть, прости меня. Значит, он не мучается. Но потом попадают в больницу, ему вырезают полжелудка, и он как бы концентрированно получает мучения, которые ксиль, стыдящийся, получает ежедневно от того, что он мучается. Ну, в принципе, как бы, если идешь против Бога, наказание неизбежно. Теперь, значит, третий тип грешника, это ИВЛ. Стептик. Стептик, он может да, может нет, может да, может нет. И, в принципе, скорее нет, потому что если он встал на путь сомнения, то можно, все в сомнения можно привлечь. Да, то есть, в принципе, любая вещь, которую, особенно интеллектуальная вещь, которую кто-то продвигает, стептик, он ее разрушит в три секунды. Кто сказал? Откуда узнал? А ему кто сказал? А кто этого ученого родил? А ты знаешь, что ученые, были такие ученые, скажет стептик, которые говорили, что Земля плоская, а она круглая. А были ученые, которые, физика Ньютона, а сейчас физика Эйнштейна, а после Эйнштейна есть квантовая физика. Ученых, стептик разрушает любого ученого, вот так. Я вам сейчас три статьи приведу, что ученые аферисты, почти все, кроме британских, молдавских и этих самых, и этих, румынских, самые сейчас крутые румынские ученые. Значит, стептик, он рушит все, у него такой подход, но и Вэль вот этот стептик, иногда все-таки он в сердце, он же умный стептик, чем хорош стептик, он умный грешник. То есть он, в принципе, у него есть шанс понять, и он очень часто понимает даже божественное, но, но, вот здесь написано нам как раз восьмой отрывок, тот, у кого божественная мудрость прошита в сердце, он берет митцво даже на автомате. Но стептик, Ивэль, сватаем, и лабет, его уста, его будут, ну, как сказать, под, и лабет это, but he holds speech is foolish, comes to grief. Что такое грив? Как перевести? Comes to grief. Это пасук восьмой. Десятая мудрость? Да. Илабет. Ивэль умише, шемисупак. Ивэль споткнется. Споткнут, его уста его споткнут. Что это значит? Вот этот Ивэль, он в сердце своем, он в какой-то момент понимает, ну, есть Бог, ну, я чувствую, что он есть. И я все-таки понимаю, что умно было бы, я же умный человек, умно было бы все-таки зацепиться за вот эту вот божественную систему знания и перейти в вечную жизнь. Ну, не может быть. Я же умный человек, я же понимаю, что вся эта жизнь, она не для того, чтобы просто жрать там, спать, размножаться и все. То есть, это любой стептик, он понимает, он же стептик не только к Богу, он же стептик и к людям. И он, когда посмотрит на все эти правительства, он же видит какой-то обман, посмотрит на все эти, там, общество потребления, он же видит какой-то обман. То есть, стептик, он не дурак. Но, даже когда он зацепился уже за Бога внутри и думает, просто логично и умно быть верующим, но его уста его споткнут, потому что тут же он встречается с раввином, тут же начинает его высмеивать, тут же он начинает, когда пришел в синагогу, над всем смеяться. То есть, у него есть привычка, человек состоит из набора привычек. И как хохам лев, который уже у него внутри хохма, он себя запрограммировал на то, чтобы брать митцво, даже когда он просто спит, также вот этот вот стептик, он уже запрограммирован на то, чтобы над всем насмехаться. И это у него как раз уже, ну, ему это сильно повредит. Значит, что отсюда стало нам понятно? Что стало нам понятно? Давайте разберемся. Что нам стало понятно? Три вывода из сегодняшнего урока. Первое, что нужно быть хохам лев. Ну, нет, первое, что понятно, что нужно собирать умный сын, собирает мудрость все время. Он собирает мудрость. Второе, то, что мне стало понятно, что идут благословения на голову цадика, и что память цадика, она для благословения. То есть, чем больше ты общаешься с цадиками, с людьми мудрейшими, тем больше идет благословение на тебя. И дальше все это нужно привести к тому, чтобы стать хохам лев, мудрый сердцем. Я сегодня как раз утром изучал книгу, которая называется «Просто дыши». И там человек, который самый крутой в мире по дыхательным практикам, он как через дыхание выращивает духовный свой уровень. И он переводил там интересное упражнение, мне очень понравилось. Был такой в Америке учитель такой духовный, Рамдас его звали. Но он был не Рамдас, конечно, а его была настоящая фамилия Альперт. Ну, понятное дело, какой же духовный учитель, если он не Альперт. И вот этот Альперт, еврей такой, еврей-еврей. Но он был Рамдас. И он целую там, он пола мерити, значит, на духовный путь поставил. Профессор Гарварда съездил в Индию, стал духовным учителем. Но он давал медитацию, которая, значит, дыхательная, как медитация. Да, он говорит. На вдохе говорит, что меня наполняет божественная сила. На выдохе говорит, что милость Бога меня окружает. На вдохе говорит все время, что меня наполняет божественная сила. На выдохе говорит, что милость Бога меня окружает. И если ты делаешь эту медитацию все время, то тебя на вдохе наполняет божественная сила. На выдохе она тебя, божественная милость тебя окружает. Это пасук из Таилима, из псалмов, что Бутеах Баашем, тот, кто полагается на Бога, Хесет и Савевенгу. Милость его будет наполнять. то есть в чем как сделать себя хахам лев как сделать себя мудрым сердцем первая заповедь первая Аллаха в Шулхана Рухи в Шулхана Рухи написано представляй все время что ты находишься перед Богом как это делали мудрецы они все время представляли себе эту надпись или имя Всевышнего это были у них такие практики но в принципе я думаю что можно брать одно предложение из тех же Мишли один какой-то пасук отрывок который вас вставляет и в течение дня делать вот эту медитацию на вдохе-выдохе повторять этот отрывок повторять, 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 повторять как аутотренинг и он лег на подсознание берешь другой пасук и с ним тоже другой отрывок который тебя реально вставляет и ты идешь на всех своих путях познавай его и он выпрямит твои дороги или птах и лошембеколи беха положись на Бога всем своим сердцем и на свою сообразительность не полагайся то есть берешь какой-то один отрывочек который тебя реально вставляет это вот раби-строль Салантер он основал движение Мусар и там было вот это вот упражнение только они после молитвы садились закрывались токтолитом и они брали один пасук долго пели один отрывок прямо написано то есть они прям себя разгоняли разгоняли внутри такой аутотренинг и повторяли отрывок и они месяцами иногда один отрывок повторяли 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 пока он полностью не ложился на подсознание и пока он с ним с этим отрывком как бы не сливался что это это часть мышления я думаю что вот так можно прийти к тому чтобы стать хахам лев и дальше и очень наблюдать чтобы не быть Ивелем не быть скептиком наблюдать за своей речью потому что речь человека это в принципе это основа его мышления основа всего что с ним происходит как сказал царь Саламон дальше мы будем учить что жизнь и смерть накончите языка то есть и жизнь и смерть накончите языка то что человек говорит то что он думает то как он интерпретирует то как он называет вещи то в каких историях он живет то что для него важно все его ценности убеждения вся вот эта картина мира она накончит языка человек постоянно с собой разговаривает 70 тысяч мыслей всплывает из сердца в мышление ученые почитали я проверил действительно это реальная цифра 70 тысяч мыслей именно всплывает в мышление человека из подсознания в день сколько мыслей заходит в него со стороны зависит от того он в инстаграме или в фейсбуке если в инстаграме то меньше там в основном картинками идет если в фейсбуке то больше он там и тексты какие-то читает а если он не в инстаграме не в фейсбуке а читает он только правильные книги правильные тексты то его начинает то есть он впускает в себя правильные мысли потом он эти мысли обрабатывает и некоторые из них он садит на свое подсознание на свой жесткий диск и дальше эти мысли начинают формировать его жизнь все дорогие друзья сегодняшнее занятие заканчивается желаю вам прекрасного дня полного развития Торы божественных благословений и чтобы с Божьей помощью было все великолепно удачи успехов и до завтра до завтра завтра встречаемся все пока пока пока